Давайте с вами посмотрим за главными моментами этой игры. В первом периоде лишь один гол мы с вами увидели, хотя удалений, повторюсь, было достаточно много. Эта единственная шайба случилась за две с половиной минуты до окончания первого игрового отрезка. Вячеслав Лещенко смог отличиться на 18-й минуте после достаточно неплохой комбинации с участием Дэна Секстона и Анселя Галимова. Вот она, Секстон делает передачу на пятак, Галимов делает скидку Лещенко, бросок Вячеслава Лещенко заблокировал Ник Белли, но в этот момент Роман Уилл, посмотрите, чуть развернул корпус и не увидел, куда шайба отскочила, а в итоге она отскочила на клюшку Вячеслава Лещенко, который с неудобной руки продавил ее под вратарем челябинской команды. 1-0, именно с таким счетом команда отправилась на первый перерыв. Во втором периоде удаления продолжились, и причем у трактора было много необязательных полов. Вот тоже удаление Егора Фатеева, но, например, на 27-й минуте Павел Парядин и Сергей Купцов оставляют свою команду втроем против пятерых. Оба нарушения было против Никобелина и Тэму Булкини после передачи Томаша Гитти забрасывает первую шайбу челябинской команды в этом розыгрыше Кубка Гагарина и свою первую, соответственно, в этом плей-оффе тоже. 1-1 на 28-й минуте проходит всего лишь на всего 4 минуты, и уже не в тихими. Впереди Павел Парядин после передачи Хайрульна и Клока вновь выводит нижнекамца вперед. Вот бросок Лукаш Клока пришелся мимо свор-ворот, Павел Парядин подкарауливал отскок на дальней штанге и в итоге в касании замкнул эту комбинацию. Дальше было удаление у Максима Березина, было попадание в штангу от Тэму Булкинина, а затем точный бросок Ника Беллина. Причем я бы отметил, что и в первой, и во второй шайбе челябинской команды непосредственным участником эпизода был Лукаш Седлок, который дважды закрывал обзор Александра Судницына, Томаш Гика и Тэму Булкинина, авторы результативных передач. 2-2 был зафиксирован счет после 40 минут игры. Дальше на 47-й минуте Анцель Галимов выводит нефтехимик вперед после передачи Дэна Сексона и Вячеслава Лещенко. Но здесь не обошлось без такого небольшого курьеза. Сначала Галимов обыграл Евгения Кулика, затем тот еще потерял равновесие и слишком много свободного пространства оказалось перед 25-м номером нижнекамской команды. Не стал сближаться с Романом Виллом, резко бросил низом и Вилл не смог шайбу остановить. Но прошло всего лишь на 2 минуты и Лукаш Седлок в большинстве делает счет 3-3. Был удален Лукаш Клок за грубость. И после этого момента тренерский штаб нижнекамской команды берет запрос на предмет блокировки вратаря, но этот запрос себя не оправдал. Так что нефтехимик еще 2 минуты получил за задержку игры. Воспользоваться численным преимуществом трактора не смог. Затем еще трактор поиграл в неравных составах, точнее нефтехимик поиграл в большинстве, когда трактор получил 2 минуты за нарушение численного состава. Но тоже все осталось нереализованным. Ну и конечно ключевой момент на 58-й минуте. Никита Тертышный после передачи Лукаша Седлока объезжает ворота и укладывает шайбу в ближний угол ворот Александра Судницына. Таким образом Никита Тертышный становится автором победной шайбы в первом матче серии между Челябинским трактором и нижнекамским нефтехимиком.